Подошла женщина и спросила, как можно прожить на 10 тысяч рублей. Я призываю всех в своих регионах находить такие семьи, создавать о них такие же репортажи, писать о них и делать публичными. Что касается меня, то мы вот с местным отделением КПР в Астрахани, безусловно, эту семью не бросим. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите YouTube-канал Максима Шевченко. Помните, во время дебатов я на программе Владимира Соловьева упомянул об астраханской семье, в которой пятеро детей и которые живут на 10 тысяч рублей в месяц. Ко мне подошла, когда я, будучи доверенным лицом Павла Грудинина, посещал поселок Красные Баррикады, где умирает завод, огромный когда-то судостроительный завод. Подошла женщина и спросила, как можно прожить на 10 тысяч рублей. И вот недавно московский комсомолец в Астрахани, наши коллеги, сделали прекрасный репортаж, съездили к этой семье, все подтвердилось, они живут в абсолютной нищете, власти им не занимаются. Но коллеги задали вопрос, вспомнят ли журналисты Соловьев и Шевченко об этой семье. Этот вопрос был озвучен Максимом Леонардовичем в ходе предвыборных дебатов на программе Владимира Соловьева, где он попросил найти контакты этой женщине и обещал помочь. Но, видимо, помощь на этом и закончилась. В многодетной семье Соловьев так и не позвонил. Я недавно был в Астраханской области, ко мне подошла мать пятерых детей и сказала, как мне прожить на 10 тысяч рублей. Там введен закон о социальных выплатах. Ей сказали, так как ты материнский капитал уже получила в зубы, теперь по 200 рублей на ребенка будешь получать. И каждый месяц доказывать, что это еще твои дети. Это унизительное колониальное положение нашего народа. Если вы после эфира сейчас дадите фамилию женщины в Астраханской области, то постараемся обязательно... Обязательно, Владимир Владимирович, я запрошу местный обком КПРФ, чтобы они дали информацию. Там они зафиксировали. Могу сказать, что это было в заводе разрушенном, красные баррикады. Еще это был недавно самый большой там судостроительный завод. Сегодня это просто развалное, как из фильма «Грустные вещи». Максим Ильич, не продолжайте сейчас агитационную часть. Просто если будет фамилия конкретной женщины, то постараемся понять... Может быть, неси секунду, но я вам обещаю, что я запрошу Астраханка, не обязательно вам дам это. Хорошо, чтобы разобраться с ситуацией, потому что то, что вы говорите, ну не должно так быть. Вот вчера, Владимир Владимирович, помните, я вам рассказал про женщину в Астраханской области, мать пятерых детей, которая еле-еле живет. Мы запросили обком КПРФ в Астраханской области, прислали все данные после программы. Я вам дам и данные еще на одну семью там же. 12 человек детей в такой же нищете живут. Я не знаю, как Владимир Рудольфович Соловьев, которому я полностью передал все координаты этой семьи, послал ему на WhatsApp, как он просил, фамилия и телефоны и так далее. Это дело его совести. Но хочу сказать вам, коллеги, во-первых, огромное спасибо за материал, который вы сделали. И также сказать, что я ни на секунды не забывал этой семьи. Конечно, местное отделение КПРФ, Астраханское, во главе с Халитом Аитовым, молодым коммунистом, помогает этой семье, посещает ее. И вот такой они сняли фильм про семью Юферовых. Посмотрите, пожалуйста. Астраханский обком КПРФ приехал к семье с настоящей гуманитарной помощью, чтобы разобраться в проблеме и поддержать мать-героиню семьи из семи человек, которая проживает на 22 квадратных метрах старенького дома. Мы находимся в поселке Красные Баррикады, где находится судостроительный завод, достаточно с большой историей. Мы находимся в семье многодетной, семье Юферовых. Приехали сегодня, чтобы узнать вообще, как дела у людей здесь. Поскольку не так давно сюда приезжал Максим Анатольевич Шевченко, обращалась Александра с просьбой помочь. И, насколько мы знаем, на федеральном телевидении эта просьба была озвучена. Давайте в целом, расскажите, как вообще ситуация сложилась, как вы живете, кто где работает, какую помощь получаете от государства на сегодняшний день, если получаете вообще. Ну, какую помощь? Все за все время. Вот только вы и приехали. Больше особо помощи и нету. А какие-то, может быть, вам выплаты есть? Выплаты, кроме детских. И то, что я до полутора лет получаю, и муж, то, что он был в Чечне, получает 2 800 свои пособия. Вот все. Вся наша дохода. Ваш муж работал на судоремонтном заводе? Ну, как бы, завод объемлен сейчас вот в нерабочем положении. Завод остановлен, признан банкротом, то есть такое здоровое предприятие большое. Вот. Ну, как бы, я бы и работал на этом заводе в течение, там, 21 года, с лишним, там, по-моему, 3-4 месяца еще, когда они написали. Вот. Была хорошая заработная плата. На сегодняшний день инквидировал, насколько мы знаем. То есть на банкротстве стоит, в данный момент, в данный момент у нас уже сокращают минуты, мы уже сократили в заводе. Вот. Ну, и еще хочу добавить то, что, ну, как бы, мы считаемся вот уже, пока второе поколение у нас в заводе работало, то есть отец, смотрите, просто он работал. Всегда было, как бы, ну, и зарубки достойные были, нормальные. Ну, в данный момент вот, как бы, сокращенные, сейчас я стою на бирже труда уже. Вчера я ездил с того, что мы сейчас не успели позвонить. У нас начали звонки, тут же звонки. Ставились оформляться, вот это всё восстанавливается. И на квартиру нам сказали, что мы не правы, что он сказал, что мы маленький. Сказали, что у нас на квартиру поставить на очередь. Я так позвонил с администрацией? Да, так звонил. Субтянинские администрации, да. Это сразу после того, как с нами связались. Мы встали сразу с районом, с посоветов нам позвонили. С Сокременского райсовета позвонили, сказали, что мы собирали там бумажки, дали необходимый список на льготы, на оформление земельного участка, на оформление постановки на квартиру на очередь. Ну, такие вот, в данный момент. Расскажите, когда приезжал Максим Иоаннардович, вы в личном разговоре с ним озвучили цифру заработка на всю семью, включая пособие, включая пенсию. 10 тысяч рублей. Это правда? Да. На сегодняшний день, то есть при наличии 10-тысячного суммарного заработка на 7 человек, то есть ни администрация, ни поселка, ни область, никто не помогает. Нет. А вы помните, была передача, дебаты шли, и Максим Иоаннардович озвучил информацию, что вот есть многодетная семья, где Соловьев, ведущий передачи на «Россия», сказал, что в обязательном порядке вам позвонит, в обязательном порядке, то есть найдет с вами контакты. Вы скажите, пожалуйста, мы передали все ваши контакты, вы знаете, в этот же день практически мы вас нашли, мы передали информацию. Да. И я знаю, что Максим Иоаннардович передал Соловьеву все ваши контакты, все ваши данные. Вам звонили? Нет. Писали, информация какая-то была? Нет. Больше ничего. Прошло две недели с момента озвучивания, значит, этой проблематики, и с момента того, как Соловьев обещал помочь вам, то есть в течение двух недель никаких звонков, никакой информации нет, все понятно. Больше ничего. Вот только вы. Через вас только мы. Ну, будем надеяться, что все у вас получится. Нас даже удивилась, если честно, когда из постсовета сразу позвонили, сказали, вам положено. Я говорю, я же к вам просто отходила, когда я родила маленькую, и сразу вам подошла и сказала, что... Обращались в вас с этим вопросом. Да. Потому что мне мама сказала, что как так, как пятеро детей должна быть медаль, по идее, ты мать героиня. Ну, это советское время было. Ну, они мне как сказали. Если бы дети были удочеренные, то да. Да. А так как это... Свои. Свои не положено. Но у вас все свои действия. Все. У нас все свои. Это вот у нас только не похоже, вы можете не смотреть, а на он, сколько его мама. Это его мама. Бабушка. Я думаю, что информация сдвинется в смертные точки. В свою очередь обещаем от депутатов от наших областных, то есть информационные запросы. Запросы вам по вашей проблематике направят во все соответствующие дистанции. То есть будем помогать. Чем с нашей стороны возможно, обязательно в порядке нам поможем. Я надеюсь. Ну, как бы вот, маленько с вашей помощью, вот так вот, он сдвинулся, дело с мертвой точки. И надеемся, что он хочет как-то что-то сдвинется, да. Потому что, как бы... Ну, что-то сдвинулся, надеемся, что дальше... Потому что я его время тянула, детей мы сами тянули. Мы сами-сами-сами-сами-сами-сами. Я говорю, ну просто у меня... Мне было стыдно идти. Я маме говорю, мама, я никуда не пойду. Мне стыдно. Меня смотрят, как... Это моя... Как, типа, я родила, это моя обязанность. Это мои проблемы. Говорю, мне стыдно туда идти. А мама мне говорит, если ты сейчас не пойдешь, не начнешь двигать, это бесполезно. Так это все сдвинется и скажет, так как должно быть. Ну, конечно, перспективу. Спасибо вам. Да, и вам спасибо, что вы приезжали все-таки. Что мы с вами посвещали, что дали информацию. Как бы, наоборот, спасибо вам за вашу помощь, которую в данный момент он сейчас уже сделан. Ну, вам все ясно, да? То есть, на самом деле, это нищета. Но это нищета не благодаря журналистам Соловьева или Шевченко, потому что, что касается меня, то я просто член общественного совета при президенте Российской Федерации. И, безусловно, я расскажу об этом и уполномоченному по правам ребенка, и членам совета. Ну, как дальше этой семье будут помогать, я просто не знаю. Потому что в мои полномочия, как бы, не входит, естественно, когда тебе помню. Что касается Владимира Соловьева, то он, конечно, большой человек, влиятельный журналист, который беседует с Путиным часами. Мне кажется, у него возможностей чуть побольше. Но это дело его личной совести и дело его, как говорится, публично данных обещаний, с которыми Владимир Рудольфович пусть сам справляется. Что касается меня, то мы вот с местным отделением КПР в Астрахани, безусловно, эту семью не бросим, будем держать ее под контролем. И я обращаюсь и к астраханским властям прекратить антинародную деятельность по уничтожению социальных дотаций многодетным семьям. Я обращаюсь к астраханским властям с просьбой помочь и взять под опеку не только эту многодетную семью, но и другие многодетные семьи в Астраханской области, которые стали жертвами закона, продавленного местной властью о так называемых социальных дотациях, согласно которым на ребенка в месяц получается 200 рублей. Я считал и считаю, что этот закон антинародный, как и подобные ему ультракапиталистические законы. Я призываю всех в своих регионах находить такие семьи, создавать о них такие же репортажи, писать о них и делать публичными ситуации, связанными с тяжелым социальным положением подобных многодетных детей. Напомню, что в советское время вот эта прекрасная мать была бы матерью героиней, ей предоставили бы землю, дом, бесплатный проезд на транспорт, она ни в чем бы не нуждалась. Поэтому современный криминальный капитализм, конечно, совершает преступления, отбрасывая тех людей, которые согласно призыву, скажем так, Путина, да и по воле Божией, скажем так, слава Богу, рожают хороших детишек за грань социального нормального обеспечения. И противодействовать этому преступлению мы можем только нашей общественной солидарностью. Это был Максим Шевченко. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Субтитры сделал DimaTorzok